Урбан, программа о городских проектах. Кроме ведущих, Дарьи Топузлеевой, Светлана Занько, Любовь Кондакова, доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования в АТГУ и Андрей Ашихмин, директор дирекции зеленого хозяйства города Кирова. Партнер программы – компания Куприт. Я опять забыла про партнера программы – компания Куприт. Не надо забывать, потому что именно благодаря этому партнеру у нас есть такая замечательная возможность делать великолепный проект, неподражаемый Урбан. Очень интересный вопрос был поднят в прошлом часе, когда мы говорили с Михаилом Борисовым из Перми, региональным координатором федерального проекта «Городская среда» в Пермском крае. Он говорил, что в Перми они берут деревья из питомников, обязательно все, что проходит по муниципальным программам и деньгам этой питомники. Очень внимательно отслеживается каждый саженец, он ставится на учет. У нас в этом году тоже прошли торги по этому злосчастному 44-му ФОЗ, который так много нареканий вызывает в силу того, что можно уронить цену и можно зайти разным всяким поставщикам. И мы в перерыве поговорили с Андреем Сергеевичем о том, что и здесь тоже торги у нас прошли, а посадок мы пока в городе активных не наблюдаем. И Андрей Сергеевич рассказал, что новая практика применяется сейчас в городе, которая, вы считаете, уберет с рынка недобросовестных подрядчиков. Что произошло? Я бы не сказал, что это новая практика. Просто мы более качественно подходим к осмотру всех саженцев, которые потенциальный поставщик. Нет, потенциальный даже уже сказать, а что официальный поставщик нам поставляет, привлекая для данных работ непосредственно и наш институт. Ну и в результате этого саженцы, которые были отыграны у нас в весенний период, к сожалению, не прошли все критерии, которые требуют наш муниципальный контракт. 500 деревьев, которые должны были быть? Нет, 300 деревьев, которые мы отторговали, мы ни одно дерево у поставщика не приняли. То есть на данный момент у нас ведется процедура расторжения контракта, и мы уже формируем новое аукционное задание на приобретение новых саженцев для посадки в осенний период. А на деревьях это как-то отразится, что их позже будут высаживать? Нет, в принципе, не отразится. У них срок посадки либо весна, либо осень. А не приняли саженцы почему? То есть они не подошли по размерам вредителей? Нет, там же очень много критерий. Там и корневая система должна быть определенная, и размеры, и ствол должен быть спормирован. Активно ли заходят на торги в город Киров питомники? Мы тут выяснили, что все-таки кировских питомников нет как таковых, которые могли бы городские деревья нам предоставлять саженцы. Активно ли заходят вообще тогда, получается, соседские, из той же Перми, я не знаю, из Москвы? В принципе, на данном аукционе было у нас порядка четырех поставщиков. Вот один поставщик Кировский, остальные там из других городов. Ну вот, соответственно, в связи с тем, что поставщик скинул определенную стоимость, определенную цифру, соответственно, он выиграл данный аукцион. А у меня еще такой вот вопрос, как Светлана это любит говорить, давайте помечтаем. Не будет ли Кирову в перспективе, по крайней мере, выгоднее завести какой-то свой питомник, муниципальный именно? То есть, чтобы потом уже не брать у кого-то, не ориентироваться на тот же самый 44-й ФЗ, а просто вот каждый сезон у нас подросли деревья, мы их высадили, и, наверное, это будет стоить дешевле, чем 5 750 в перспективе. Я хочу сказать, что в парк Сашини, вот раньше, когда мы ходили, там были такие небольшие территории, в которых выращивали саженцы, именно семенное возобновление. Там был участок, где сосну сибирскую, или как называют кедр, ее выращивали, и потом ее распространяли для озеленения. Кстати, она очень хорошо приживалась, потому что ее брали в соответствующем возрасте и с хорошей сформированной корневой системой. Ну, так все-таки нам нужен свой питомник или нужен? Нужен, нужен. Я полагаю, что вот в связи с тем, что у нас открывается специальность лесное дело, значит, в опорном ВУЗе, при кафедре экологии и природопользования, конечно, могли бы студенты начать научные исследования или проводить какие-то практические работы, практику проводить, если бы был какой-то участочек. Да, только у нас все участки, у нашего ВУЗа, я их помню прекрасно, я тоже наш езд геофаг заканчивала, все уже отрезали и застроили. Да. Надо найти где-то действительно очень хороший семейный участок. Чтобы это было не так далеко, чтобы можно было ухаживать, потому что, вы знаете, семенное возобновление, оно дает возможность вырастить здоровое дерево уже с корневой системы, а возраст отчитывается у деревьев вот с момента того, как семя начинает активно прорастать и формирует потом дерево, это самое, стебель. А если это вегетативное, то это оно уже менее долговечно, потому что возраст его отчитывается изначально от той породы, которая когда-то была. У нас есть телефонный звонок. Давайте 30 секунд, Андрей Сергеевич, что он по этому поводу думает. Про муниципальный свой питомник. Ну, весной у нас проходил круглый стол. На данном круглом столе мы, в принципе, рассматривали данный вопрос и просчитывали, и, в принципе, подобрали несколько участков. У муниципалитета они есть для формирования такого питомника. Ну, понятно, что новое создание питомников подразумевает под собой определенные затраты. То есть сначала мы, конечно же, должны определенную сумму вложить, чтобы потом извлечь какую-то выгоду из этого. А потом нам же нужны саженцы, как нам говорили, семи-восьмилетние. Сколько времени должно пройти с перспективой. На перспективу, конечно, данный питомник очень необходим. Давайте примем звонок от слушателей. Алло, добрый день. Добрый день, Надежда. Да, Надежда. Так, вот меня интересует, почему на улице Чистопрудненской и Мостовицкой не высаживают деревья? Уже этот микрорайон существует 10 лет. Однако же там нет деревьев. И, значит, вопрос о выкашивании травы. Почему так часто за лето выкашивается трава? Ну, достаточно одного раза. И почему она скашивается под самый корень? Вот столько средств уходит на это выкашивание, что не остается уже на высадку деревьев. Все понятно, Надежда, спасибо. Вот две улицы мы можем сейчас как-то их... Это чистые пруды, я так понимаю. Тогда, наверное, нужно взять на карандаш, чтобы было понятно, что в этом микрорайоне происходит. И в дальнейших наших программах Урбан мы об этом расскажем. Что касается козьбы травы, то там стандартно существуют, устанавливаются они кем? Управляющие компании, я знаю, этим занимаются. Ну, что касается покоса травы, значит, придорожная полоса, то есть газон косится непосредственно в рамках содержания организациями, которые занимаются обслуживанием улично-дорожной сети. То есть, вот, а что касается придомовой территории, да, это управляющие компании. Ну, и согласитесь, что, наверное, будет не так эстетично, если у нас трава поднимется в связи с такими обильными дождями, там будет по колено. Как бы не так красиво будет смотреться наш город. Давайте мы вот что сделаем. Все-таки мы специально не брали газон в эту программу нашу, потому что газон требует даже не двух часов разговора, и какие травы должны засеваться, и какой опыт в разных регионах. Я прям обещаю, что мы эту тему возьмем, потому что мы ее планировали. Все от того, сохранять или не сохранять газоны в городе, заканчивая тем, как дворы должны выглядеть, и какую именно траву там нужно засеять. Надо ли, чтобы там был клевер или талишмели, или там, чтобы росли маргаритки, или вообще, чтобы ее не было, все засыпано было щебнем. Это сделаем отдельной программой. А сейчас у нас на связи город Оренбург Наталья Ибрагимова, архитектор, председатель правления Оренбургского отделения Союза архитекторов России. Наталья, добрый день. Добрый день. Наталья, расскажите нам, пожалуйста, об опыте озеленения в городе Оренбурге, о наиболее яркие какие-то моменты и акценты, которые вы могли бы отметить в трендах последних лет. Действительно, благоустройство – это сегодняшний тренд. Вот хотелось бы рассказать в опыте Оренбурга, самый яркий такой опыт – это наша набережная, которая имеет большой склон, отделененный с деревьями, с газонами. И вот это была реализация первого этапа в том году, в 2017 году, в 2018 году мы продолжаем. Что туда входило? То есть мы санировали деревья, которые необходимо было, собственно, когда оздоровить, потому что многие деревья были старше 50 лет, и такие были больные достаточно. Высаживали новые деревья, это были крупномеры, примерно 5-6 метров высотой, ну и, соответственно, от 5 лет. Это были деревья такие, как клен астролистый, клен красный канадский, рябина обыкновенная, липа мелколистная. Все эти деревья замечательно себя чувствуют сегодня, прижились и радуют наш глаз. Что касается газонов, в газонах у нас было несколько вариантов травосмесий. То есть это газоны для спортивных площадок, газоны для, собственно, просто высева на склоне и газоны для укрепления откосов. То есть мы применяли в основном такие травосмесии, как райграсс пастбищный, осеница луговая, осеница красная, то есть в различных комбинациях. Что позволило сохранить и укрепить сам склон, во-первых, а во-вторых, его разнообразить. Кроме вот тех травосмесий, которые я сейчас уже сказала, мы применяли следующие травянистые растения. Все это многолетние, потому что основной тренд с сегодняшнего времени – это простота ухода, эксплуатации. То есть минимизировать количество полива, минимизировать количество каких-то рабочих моментов у эксплуатации и ухода за этими газонами. То есть мы применяли ковыль – это растение, характерное для нашей основной зоны. Овсеница, барвина, флоксы сажали, лапчатку, календулы, ромашки полевые, тысячелистники. Вот все эти растения, собственно, растут у нас сами по себе, когда мы выезжаем за пределы города. Но мы хотели бы вот эту аутистичность и внести в пространство благоустроенное уже, где и плитка есть, где уже освещение хорошее, там и малой архитектурной формы. И такие вот виды озеленения и использование газонов с подобными травянистыми растениями очень обогащают город и наших детей, знакомят с такой настоящей истинной природой нашего края. Это очень действительно интересный тренд. Я читала, то есть, подготовив к программе, много материалов. Действительно, города отходят от того, что пытаются высаживать какие-то экзотические породы деревьев или цветов, а смотрят на окраины, опушки лесные и луга и высаживают действительно аутентики, да, то, что эта земля принимает. И очень здорово, что вы отмечаете, Наталья, что наши дети должны знать, что растет в нашем крае, и не обязательно для этого выезжать там за город, это можно делать прямо, да, на склонах. Да, в доступном, в хорошем месте, благоустроенном. Скажите, пожалуйста, Наталья, может быть, вы знаете, у нас этот вопрос очень в Кирове интересует, поскольку Киров лишился своих питомников собственных, и мы вот сейчас как раз обсуждаем, необходимо ли иметь свои питомники. Знаете ли вы, где Оренбург закупает свои крупномерные деревья, и где вы берете действительно вот эту вот траву? Потому что и по траве, я помню опыт очень хороший, который мне показывали, когда я была в приглашении Евросоюза в ГААГе, это целые социальные проекты, там дают действительно для того, чтобы развивались сообщества, дают возможность высевать траву и закупают потом у людей, которые вот не имели работы, а теперь объединяются в кооперативы специальные, они выращивают газонную траву, и муниципалитеты закупают непосредственно у этих компаний траву, и там уже планы на несколько миллионов евро просто, бизнес-планы развиваются. У вас как? Да, то же самое, я думаю, как и с Кировом, в принципе, ситуация, потому что в свое время было достаточно хорошее, развитое оранжерейное хозяйство в нашем городе, но, к сожалению, в связи с последними событиями 90-х, нулевых годов, это все было утеряно. На сегодняшний день все наши крупномеры были закуплены в Подмосковье, в различных российских питомниках, и мы пользуемся самарскими питомниками, так как географически это для нас очень близко, и все травянистые растения мы покупаем там. Что сказать по уходу, есть организации, которые осуществляют уход непосредственно у нас в городе, они уже себя зарекомендовали, но вот по выращиванию именно этих трав и крупномеров, конечно, здесь чувствуется недостаток, и мы вынуждены обращаться в другие города. Уход – это очень важный момент, который тоже нас интересует. Что из себя представляют эти организации, которые в дальнейшем, после того, как высаживаются эти газоны и новые деревья, обогащаются парки, скверы и дворы, в чем заключается их работа, и что это за организация? Они с управляющими компаниями работают, они с муниципалитетом по контракту работают? Эти компании работают по контракту с муниципалитетом, они смотрят за своими, собственно, посадками. Те, кто у нас высаживало все растения, они отвечают за них примерно, по-моему, в пятилетний срок, насколько я могу быть точно уверена. И вот они осуществляют, собственно, полив, то есть они отвечают за подкормку растений, они подсаживают то, что вытоптано было, например. Или, например, одно из деревьев недостаточно хорошо прижилось, они его либо заменят, либо они его как-то полечат. То есть вот таким образом осуществляется уход за саженцами, за посадками. Есть вопрос от нашего директора, директора зеленого хозяйства городского Андрея Шифпина. Пожалуйста, Андрей. Подскажите, пожалуйста, какая организация у вас ведет работы по озеленению территории, то есть непосредственно это обрезка деревьев и высадка цветов, разработка цветников, клумб? В самом городе, вот если мы не говорим про набережную, то есть несколько компаний, которые у нас практически каждый год принимают участие в озеленении. Это компании все частные, они участвуют в различных конкурсах, торгах, соответственно, выигрывают их. И затем уже начинают благоустройство города. Но, знаете, вот хотел бы сказать, Андрей, что в основном, конечно, у нас достаточно озелененный город, но все это озеленение, оно уже морально, наверное, устарело. Потому что питуньи хороши сами по себе, но, наверное, уже стоит считывать несколько иные тренды, о которых я сегодня уже говорила, которые мы пытаемся внедрять в новые пространства, подвижные благоустройству. Вот в тех территориях, на которых мы сейчас работаем, всю санацию проводят компании, которые выигрывают конкурсы на благоустройство. То есть мы работаем, сотрудничаем с их специалистами, конкретно указываем на каждое дерево, которое необходимо либо санировать, либо его, предлежит оно вырубке, и показываем места, где должны быть высажены новые деревья, каким образом мы формируем газоны, то есть где у нас будут многолетние растения, где эти многолетние растения плавно перейдут просто в газоны, в травы. Ну вот таким образом это все происходит у нас. Да, клумбы нас очень зацепили, конечно. У нас тут два года буквально был такой проект с подачей бывшего сети-менеджера, он делал акцент именно на клумбах, и там питунья у нас свела вовсю. Вот в этом году другой сети-менеджер, и питуньи у нас нет. А у вас все-таки, если мы говорим о пространствах, которые цветниками занимаются, они что сейчас из себя представляют? Где у нас конкретно находятся клумбы, просто все засажено цветами. Они, конечно, смотрятся шикарно, но они требуют достаточно большого ухода. Что из лета сейчас делается? Для меня это большой вопрос, мне кажется, это уже отошло в прошлое. Нам должны быть доступны такие места, и эстетически они должны быть привлекательные, они должны быть достаточно вандалоустойчивы, они должны быть достаточно устойчивы к вытаптыванию. То есть мы должны походить по этому газону, и полюбоваться на цветы, и посмотреть на них, и не беспокоиться, что на следующий год нам придется тратить опять какие-то миллионные затраты внести за то, чтобы заново высадить эти цветы. То есть все наши многолетники, они могут расти самосевом, то есть они сами возревают, сами сеют свое семя и дальше распространяются. Так же, как и почвопокровные растения, которые имеют свойство расползаться по земле и заполнять большую территорию. Спасибо. Спасибо, Наталья Ибрагимова. Оренбург, архитектор, председатель правления Оренбургского отделения Союза архитекторов России в Оренбургском регионе. Ну вот, господа, что ценного вы сейчас из сведений, которые нам наш коллега предоставил из Оренбурга, почерпнули для себя? Давайте с дирекции зеленого хозяйства начнем. Как Вы насчет того, чтобы газоны засевались растениями, которые типичны для Кировской области, а цветники превращались тоже в естественные какие-то такие пространства и не засевались однолетними растениями? Ну, по газонам я полностью согласен с коллегой. Насчет цветников хочу сказать, что начиная с прошлого года, мы уже внедряем технологию высадки многолетников. То есть это было сделано у нас и у филармонии, и у правительства города Кирова, здесь как раз на театральной площади. Поэтому мы в планах у нас на 18-й год тоже в осенний период продолжить эту работу и рассаду мы закупаем. Рассаду чего? Цветов, то есть многолеток. А какие у нас многолетние цветы сейчас закупаются? Вот гладиолусы у нас высадили, ой, тюльпаны. Тюльпаны. Да, высажены у нас что у филармонии, что здесь у правительства. Кстати, порадовали, я очень от многих слышала, что тюльпаны, которые высадили в этом году, очень радуют глаз. Ну и, кстати, на удивление, никто ведь не ходит, не вырывает. И не вырывает, хотя шикарный букет, мне кажется, можно собрать. Да, вы посмотрите, какая шикарная кумба сделана на перекрестке Карла Маркса и Прайбер-Бреженская. Да, и в администрации очень красивые. И в администрации. А у меня, знаете, такой вопрос, никто из специалистов наших по телефону из других регионов об этом не говорил, и мы тут не упомянули. А что насчет вертикального озеленения? Потому что в Европе частенько видела, когда проезжая часть и тротуар отделяются вот этой вот живой изгородью. Я, к сожалению, не знаю, что это за растения, что за пустарники. Я думала, что ты уже говоришь про вертикальное озеленение многоэтажных домов и всяческие сады. Туда я еще не ушла, просто чтобы вот визуально отделять. Например, взять тот же самый вот этот кусок Карла Маркса, когда идешь от театральной площади к администрации, и там достаточно широкий тротуар, но по нему, правда, страшно ходить, потому что он где-то вот вровень с дорогой, и вот нет даже ощущения безопасности. Кажется, что ты идешь просто по проезжей части. И много городов, где действительно вот эта проезжая часть от тротуара отделена вот этой вот зелеными пустами изгородью. Которую отстригают, знаете, вот такими прямоугольниками, квадратными. Не знаю, как это описать, чтобы понятно было. Это такое подсоветских времен, когда, вы помните, дороги, проезжая часть вот стандартно отделялась от пешеходных зон вот такими изгородями. Высаживали Барбарис, высаживали Акацию, высаживали Сирень. Сейчас остатки вот этой роскоши кое-где видны. Ну, остатки этой же роскоши видны на набережной Грина, вы можете увидеть. Ну, вот там есть, да. Мы как раз к дню города подстригли, все облагородили. В этом году у нас запланирована посадка у Кочеровского парка. То есть мы хотели бы сделать, оградить его от проезжей, ну, как бы от тротуара, получается. Дело сделать типа забора с помощью живой изгороди. Ну, это уходящий тренд. Вот что касается разделения проезжей части и тротуара, то высадка, чего бы там ни было, это уже ходящий тренд. Все закатывается в асфальт. Мне кажется, что это вместо газонов можно было бы делать, потому что те газоны неухоженные, которые у нас есть, так лучше. Так давайте это все на газоны отнесем. Вот это хорошо. Давайте, коллеги, вот это все, когда будем газоны и тротуары обсуждать, отнесем все на газоны. Хорошо, Любовь Владимировна, что вы цену почерпнули из опыта Оренбурга? Вы знаете, я послушала, что деревесные породы, которые высаживаются одни и те же, практически рекомендуется то, что в нашей местности, то, что и там, хотя зоны наши разные. Но у нас хорошо тоже растут эти деревья, и те, которые они предлагают, мы тоже их высаживаем, эти деревья. Ну вот цветные клёны у нас пока не высаживаются, надо сказать. Клён. А это очень распространенная история, когда сажают красный клён, потом зелёный, снова красный и зелёный, создавая вот такую цветовую игру. Этого да, этого нет. Но есть пёстролистная форма кустарников, которые интересны, и их тоже можно использовать у нас в озеленении. Ну вот пёстролистная, ну, например, если взять пузыреплодник калинолистный, тоже бывает с красными листьями, и бывает с пёстрыми листьями. Ну, можно взять ещё пёстролистные формы. Ну, вот сейчас как-то мне на память не приходит. Ну вот мы сейчас время убираемся, что всё-таки у нас нет достаточного количества питомников, которые там, да, в окружении города бы существовали. Я, кстати говоря, позвонила ещё раз после первого часа Михаила Борисову из Перми и спросила его про пирамидальные тополя, потому что это не было сказано в эфире. Но за эфиром мы общались, не раз уже показывали эти пирамидальные тополя в городе Кирове. Для тех, кто ещё не знает, есть у нас несколько таких тополей прямо на улице Дериндяева, здесь у Театральной площади, они прекрасно себя чувствуют и растут. И вот что касается тополя, ведь очень много было вопросов, вырубать всё на корню или не вырубать, потому что тополь заменяет собой 10 деревьев других, включая там липу, дуб и что угодно, по продуцированию кислорода. И вот как раз пирамидальный тополь, который не распространяет пух, сейчас у наших коллег в Перми очень активно высаживается в городе, именно с точки зрения экологической его ценности, но потом он ещё очень декоративен. Так вот, в Перми есть такой питомник, который выращивает пирамидальные серебристые тополя, и мы контакты этого питомника тоже возьмём, но тут же опять вопрос возвращается на круги своя, а кто заявляется к нам на торги, когда объявляет Киров торги по высадкам, и можно ли как-то спровоцировать наших соседей и коллег, которые могли бы тоже заходить со своими питомниками и со своими предложениями. Потому что Москва, конечно, впереди планеты всей, там питомников, боже мой, сколько много, и они заходят со своей продукцией, но, возможно, оповещение того же Пермского края, где, как мы видим, активно развивается эта история, привлекла бы, возможно, сюда и других поставщиков, чтобы конкурс был полноценным, и вытеснялись те недобросовестные поставщики, о которых нам рассказывал Андрей Сергеевич Ашихмен в этом часе уже, когда предоставили нам 300 саженцев, которые не удовлетворили по своим параметрам городские власти. Прервёмся на короткую рекламу и продолжим разговор. Партнёр программы – компания «Куприд». Урбан. Программа о городских проектах. О зеленении современного города, практику российских городов мы сегодня изучаем вместе с нашими гостями Любовью Кондаков. Доктором биологических наук, профессора кафедры экологии и природопользования ВИАДГУ. И Андреем Ашихменом, директором дирекции зеленого хозяйства города Кирова. Дарья Топузлеев, Светлана Заньков, студии. А на связи с нами Чебоксары. Александр Воробьёв. Он возглавляет региональное представительство Межрегиональной общественно-экологической организации ЭКО. Автор и куратор проекта «Лёгкие Волги». И с Андреем мы хотим поговорить про общественные проекты. Простите, с Александром мы хотим поговорить про общественные проекты. Это немножко тема перекликается с опытом Перми, когда это уже не муниципальный заказ, но какие-то другие виды, которые можно использовать, чтобы максимально озеленить город. Александр, добрый день. Добрый день, Светлана. Расскажите, пожалуйста, про проект «Лёгкие Волги». И я сразу скажу всем, кто интересуется, есть сайт «Лёгкие Волги.рф». Как формировался этот проект, на каких принципах он работает? Вы знаете, повод наш для создания этого сайта был, к сожалению, печальный. Лица за Волжей пострадали от сильнейших пожаров 2010 года. И вот в 2013 году мы с друзьями решили принять свой профильный вклад в восстановление этих лесов. И мы начали думать, чем, в общем-то, можем мы помочь в рамках того, как некой такой общественной группы. И мы решили, что мы будем собирать неравнодушных людей, которые хотят внести свой вклад в восстановление этих лесов и найти формат, когда мы сможем сами, в общем-то, организовывать с точки зрения финансового этих мероприятий. И, наверное, не зависеть от источников государственного финансирования. И вот мы решили создать такой ресурс, этот сайт, и начали собирать нашу группу единомышленников. Ну, начали с того, что, конечно же, стали друзьям, знакомым. И на первую посадку, вот весной 2013 года, нас собралось около 100 человек. Мы организовали транспорт, питание, руководством лесхоза договорились о том, что нам предоставят посадочный материал и инструмент и площадку для посадки. И, в общем-то, выехали. Вот тогда нам за 4 часа работы удалось сходить 23 тысячи стосов. И нам, и всем участникам, в общем-то, представители Биттера или СМУЗа эта инициатива понравилась, в общем-то, и начали ее развивать. Начали искать партнеров, начали изучать, как мы можем собирать, в общем-то, финансирование. Оформили вот наш проект именно в формате сайта. И начали работать, в том числе, и с партнерами и коммерческими. Идея, в общем-то, зашла. И люди, добровольцы, охотно откликаются на наше приглашение. Проблем с тем, чтобы организовать людей, собрать их на посадку, у нас никогда не возникало. Более того, желающих даже больше, чем мы можем организовать себе, позволить, вести. Но проект живет. Мы его расширяем. Сейчас мы начали включать людей в формате того, что они могут собрать у себя макулатуру. Тем самым заберечь определенное количество деревьев от вырубки. И сдать его нам, этот объем, чтобы мы могли эти средства направить на организацию посадок. Этот формат, он тоже заходит. Так физические лица принимают в нем участие. Так сейчас уже и отдельные наши крупные производственные компании. В общем-то, проект развивается. И мы надеемся, что у него будет большое будущее. А для себя мы ставим задачу попадать в завод же нашими силами, волонтерскими. Один миллион деревьев. Скажите, пожалуйста, Александр, а в городе у вас есть какие-то проекты по посадкам? Или если нет, то можете ли вы оценить действия властей по озеленению города? Какие тренды основные намечаются? В городе у нас, в общем-то, опыта посадок нет. Ну, почему? Потому что город у нас достаточно зеленый. И мы все-таки для себя поставили задачу именно высадки больших количеств деревьев в формате проекта, как вот где посадили лес. По городу у нас посадки ведутся. У нас достаточно активно работает управление экологией и управление ЖК и благоустройством. И здесь, наверное, нам больше хочется, как экологам, чтобы больше был лесопарковый зон у нас в городе, чтобы больше было посадок. И здесь вот мы начинаем, наверное, сотрудничать с каким-то строительным компаниями о том, чтобы уже вот сейчас сформировать план посадок, чтобы это было не только с точки зрения каких-то минимальных норм, но и чтобы это было красиво, зелено, необычно. Спасибо, Александр Воробьев, Чебоксары, региональное представительство экологической организации ЭКО. Ну, специально привели опыт наших соседей для того, чтобы было понятно, что общественные проекты по озеленению, неважно, это сгоревший ли лес, или это попытки наши благоустроить пустыри, которые сейчас в Кирове образовались, в проекте «30 скверов». Общественные инициативы, они тоже имеют место быть, и не обязательно, и не только не обязательно, а нужно помогать бюджету вот такими общественными инициативами, сбором средств, саженцев и прочим для того, чтобы появлялись зеленые зоны в городе. Но все-таки по опыту нашего проекта «30 скверов» могу сказать, что большой проблемой является не только отсутствие посадочного материала, не только отсутствие средств, но и отсутствие профессионалов, которые могли бы эти самые скверы планировать. И мы тут, кстати, коллеги, с вами один очень важный вопрос должны отметить, который тоже, видимо, мы когда будем говорить про газоны, тоже будем поднимать. Это огромная сеть коммуникаций, которая расположена под нашими пустырями, под нашими дворами. И пот, и над. И пот, и над, который мешает зеленым посадкам. И это просто, чтобы жители знали, что это правда безумная проблема, поскольку невозможно посадить крупномерные деревья, если там есть коммуникации. А наши коммуникации, сами знаете, в каком состоянии, да в каком бы они ни были, просто нельзя сажать. Но учитывая, в каком они состоянии, даже газоны очень трудно бывает там какие-то выкладывать, потому что они могут быть перерыты, перекопаны, выложены и что угодно. Но вот хочется еще, пока у нас есть время, еще один проект с вами разобрать. Это проект московский, проект Сергея Собянина. Называется он «Миллион деревьев», этот проект. И мы не зря сделали сегодня такое голосование, что хотят горожане, чтобы высаживалось в 2019 году в Кирове. Мы его слезали, можно сказать, с этого сайта «Миллион деревьев», потому что каждый год московская мэрия устраивает голосование среди жителей, что бы они хотели, чтобы высаживалось. И там тоже вот такие вот есть группы, примерно как мы составили. У нас вот сейчас на сайте даже какая ситуация в нашей группе ВКонтакте. По-прежнему лидируют лиственные крупномеры, липоклен, пирамидальный тополь. Желают горожане в 2019 году к посадке. На цветущие кустарники сирень, шиповник и жасмин вырвались на второе место. С небольшим отрывом на последнем месте цветущие деревья, рябина, черемуха, калина, амурский бархат. Так вот «Миллион деревьев». Это замечательная, совершенная история. Зайдите, пожалуйста, и посмотрите на эти сайты, которые Москва тоже создает. Во-первых, он состоит, этот проект, из нескольких этапов. Сначала москвичи голосуют за озеленение своих дворов. Ну вот мы такое голосование проводили по 30 скверам. Там 12 тысяч человек проголосовало, выбрали скверы. Формируется перечень дворов, набравших наиболее количество голосов. А дальше специалисты проверяют дворы и утверждают перечни. Вот у нас этот этап выпал. И опять же, потому что для этого надо выделять специалистов. Специалистов надо оплачивать. И вот на этом этапе мы сейчас застряли и свалились. Потому что люди нарисовали проекты, люди хотят озеленения. А там выясняется, что здесь коммуникации, тут коммуникации. Потому что ходили сами группы активистов, пытались согласовывать. Мы понимаем, что это сделать так, чтобы быстро все происходило, не получается. Надо муниципалитету в это вложиться. И если перечень утвержден на муниципальном уровне, то нужно, чтобы эти площадки проверяли специалисты и говорили, вот они готовы. А дальше москвичи выбирают сорта деревьев, кустарников, которые будут закуплены муниципалитетом и высажены. И тут уж, конечно, зависти нашей нет предела. Уж простите меня, потому что когда ты открываешь и смотришь, а какие... Вот я сейчас показываю директору дирекции зеленого хозяйства Андрея Шихмину. Вы видите, какие саженцы применяются в Москве? Это уже цветущие кусты, и они большие, сформированная крона, сформированная корневая система. Вот какие деревья высаживаются. Они выше человеческого роста, они сразу дают листво, у них сразу крона. Вот во что превращаются эти клёны. И мы понимаем, что, конечно, сформированные клёны и липы – это, наверное, наше спасение, потому что провода до сих пор над нами висят. У нас нет акции «Чистое небо». Мы пока ещё не можем это всё убрать под тротуары, к этому все стремятся. Но, к сожалению, это дело какого-то будущего. Но мы бы хотели, чтобы вы, возможно, вот мы с Дашей так, конечно же, всегда подстраиваем, и чтобы вы взяли на вооружение вот это голосование за высадку тех или иных деревьев и кустарников в Кирове, когда горожане сами голосуют за выбранные кусты и деревья, они к этому тоже по-другому и относятся. Если проголосовали за пирамидальные тополя, клены и липы, то хорошо бы, чтобы они были заложены в конкурсную документацию. Если проголосовали за цветущие кустарники, то хорошо бы, чтобы они… У нас, конечно, не образец, можно не брать то, что мы написали. У вас есть замечательный тандем с Любовью Контаковой, с опорным вузом. Вы сейчас, в муниципалитет, работаете в этом направлении. К голосованию наши жители уже привыкли и с удовольствием это сделают. Как вы думаете? Просто это, наверное, показатель того, что, так как проголосовало немало человек, на самом деле, показатель того, что люди, ну, они готовы выбирать. То есть они готовы выбирать не только там место для парковок или еще что-то, они готовы выбирать кустарники, деревья. Как вы думаете, можно ли на 2019 год нам такую акцию придумать, когда горожане сами голосуют за те деревья, которые хорошо бы попали в конкурсную документацию? Или это как-то невозможно сделать? Противоречит чему-то? Нет, я думаю, что попробовать можно. И мы будем практиковать такие идеи. А если те деревья, которые они пожелают, но они не могут расти в этих условиях, то нужно объяснить будет просто… Нет, я думаю, должна быть просто выборка. Я думаю, что списки вы составите. Мы, конечно же, определим те деревья, которые имеют возможность произрастать в черте нашего города. Вот и все. А вот здесь как раз настало время буквально перечислить те деревья, которые могут у нас произрастать, а какие не могут. Надо с хвойниками всех просто успокоить. Нам хочется зимой, конечно, хвойников, но они не растут в Кирове. Правильно, Леонид Владимировна? Одна минута у нас. Здесь наиболее газоустойчивыми являются туя западная, но она у нас, как говорится, она зимует и 40 градусов зимой переносит. Но она, как говорится, у нас все равно, она газоустойчивая, но где-то ее мало примирает. Давайте так скажем. Мало применяем. Но вот в ботаническом саду она отлично выглядит и кое-где. Вот, значит, бузина, но она типа кустарника растет, тополь канадский. Так, сиреня мурская, снежно-ягодник белый, боярышник. Они газоустойчивые. Достаточно газоустойчивыми являются барбарис, жимолость татарская, роза морщинистая, сирень венгерская, спирея, смородина золотистая, яблони, ягодная и китайская, калиногардовина, чебушник. То, что мы предложили, оно входит в список растений, которые могут в Кирове высаживаться? Да, да. Все входят? Да, входят. А негазоустойчивыми являются ель, пихта, можжевельники. И поэтому они умирают в городе Кирове. Итак, подводим итоги окончательной опроса на ВКонтакте, Эхо Кирова и Первоисточник. На первом месте жители желают, чтобы в 2019 году высаживали лиственные крупномеры липу, клён, пирамидальный тополь. На втором месте цветущие кустарники, сирень, шиповник и жасмин. И на третьем месте цветущие деревья, рябина, черёмуха, калина, амурский бархат. Благодарим наших гостей. Любовь Кондакова, Андрей Ашихмин, Дарита Пузлеева. Светлана Занькова. Урбан завершён. До свидания. До свидания. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует...